1-1 счет в полуфинале на между командами vitality n свои карты команды взяли как мы предполагали ну и сейчас десайдер инферно 75 процентов винрейт у vitality за последних 8 карт на инферно всего 43 процента за последних 7 карт у ns винрейт на этой карте ну и посмотрим получится ли у ns доказать зарубка должна быть но не должна быть полуфинальчик и разрыва тем более ns имена структурно команда и она инферно это очень дает плюс да там классное занимание банана несколько разных видов там агрессивная пассивная с разными молотами заходе кино посмотрим а в то же время французы они больше так понятно у них есть какие-то свои нашифровки но немного фривольная игра там зеву может побежать пикнуть мид банан ковры такие моменты то есть сейчас относительно два разных стилях встретятся и будет интересно посмотреть стоит отметить сразу же что выиграли ns ножи и они начнут заката вот это очень важный момент очень важно то есть за атаку ns играют на всех картах ну по крайней мере все что мы видели на этом турнире кроме миража на всех картах играли мрачно медленно и много ошибались за дефенс как бы с этих аугов с которых не все пятеро очень круто стреляют они могут нормально напихать если французы будут так фривольно катать то есть тут есть шанс у ns как бы выиграть что-то типа 10 5 вот тогда будет трудно если нет они очень классно они все время их метод всегда борьба за банан я последние там игры смотрел до месяц назад они все время борются вдвоем втроем агрессивно занимают там занимают дерево а и вот вот так агрессивно они просто выходят на лонг а тут их принимают сразу три чего-то про дарить вы не привыкли ну и пока зеву жива раунд тоже жива ним два минуса он своих дал и остается 22 сейчас айрела добили ну и два в один алекс нбк слушайте на как они выпутались этой ситуации вообще не ясно потому что просто пошли на лонг где была дикая засада которая сразу же развалила двоих и в итоге просто ситуация два в один и если честно у сергея шансов не очень густо здесь потому что они уже прекрасно понимают там грамотно выпрыгнул нбк из ковров и запушил просто туда берега первый дает ручку ее он пленжа выбил дуэк серёга личный раунд от сергея как так они же двое стояли в пленте во первых почему они не поставили они нуждали просто же понять но ставить надо было мне кажется они еще не поставили реально даже виду ну то есть вы два в один ситуация просто мертвая для ктшника и вы не ставите плент и вы проигрывать этот раунд на ктшника который бежал откуда-то с банана как только остались они вдвоем и в итоге не узнаешь бывают моменты когда ты просто хочешь получить инфу ты в пленте в принципе ты уверен что ты не отдашь раунд но в данной ситуации дома поставить бомбу уже ничего не ждать да при печальный старт для виталий теперь в раунда не проигрывают ну и посмотрим второй раунд от ends смогут ли на втором раунде немножечко побороться и сделать какие-то киллы французы но будем считать что просто запросился так как должен был избавиться запортили сами форс да да аркадка через шорт идет почему-то ариал аркадка заканчивая не видел они кинули флешку через просто от ковров и флешку над план там так а потом ты когда заходишь через шорт можно получила бросить да хотя бы пусть отвернется на секундочку такой себе они форс затеяли а прикинь ставили бомбу сейчас сливаешь ака поехали до сливаешь там один даже если ты ставишь бомбу 2 в 1 даешь раунд и покупаешь тупо 3 с арморами один там какой-то говно говно ган тебя динчал все без армора у тебя все прекрасно такие моменты brain fart какой-то произошел собственно у ребят и они невозможно объяснить то что произошло первым брейн лаг ну теперь full эко без ничего похоже на 3 раунд для ends но нужно хоть какие-то плюсы пытаться в этом искать вот они уже здесь аллу вынужден убегать есть не инфа знает прекрасно кто где и сколько их приблизительно пенза получили на самом деле самый главный долг для успешные стороны заката они взяли пистик на антика потеряли всего одного чувака они сейчас получат жесточайшую экономику и дальше даже если они отдадут три раунда подряд у них будут продолжаться бай то есть это ну и на inferno это такая карта где люди часто совет потому что ретейки там практически нереально в некоторых ситуациях и тут очень удобно играть именно раунд с форм ганами когда в одна из немногих карте комфортно я уверен что если они сейчас не потеряют много форм ганов что не должно произойти а по-любому 3b залетит пушам дерево нам уже видели это здесь на чемпионате это логично у тебя преимущество ты можешь тебя сближаться забегает на алексей алексей погибает из 5 ничего сделать это кстати проблема может быть хотя расстреливает отсюда у нас x7 ну и сергей там на планте добивает людей биседе как зеву пробежал в соло через молик все без размена даже остался фулов не попал и зато только зеву может такое сделать вот просто непонятно как все все стоят такие смотрят ну сейчас молик закончится зеву просто бежит убивает его все отливаем больше же не ожидаю что сейчас ты из огня 4 даже б до чем нет нормальная история там получается а вик не там даже не а вик на а там просто будет на чек ковры до играться и где-то возможно какой-то там парочку флешечек до чтобы задержать чтобы тут не было вдруг какой-то аркады ли быстро быстро за я вот я не люблю вот я больше люблю знаешь что ты выиграл 30 вот без этих исполнений надо делать раунд какой-то или фишечный но мне не кажется кае-шки летят и так либо это нормально а те 4 был от родного царта типа это классно знаешь как но ты же работает алексей просто душат убивают двух уже ну правда же самое стрибы было они втроем 2 бы точно у них просто один чел на на б типов в раскладе если всех убьют он потом спину там за кости значит в чем суть в том что вот этот один на а это риск в любом да и в данном случае он реально не оправдан абсолютно потому что 4 надо не делать ничего полезного судя по всему ну то есть как бы может и третий бросить такой астралисти поделают вам приходят до 2 х ешки убегают на ну там кита гранаты если сразу бегут то надо тогда не успевать любом случае по таймингу потому что чувак то на а он бросит флешечку на главку да он задержит как-то что-то то есть как бы в этой ситуации это правильно это оправдана и риска по сути практически нет а если оставаться на бета как сделать очень мрачненький сетап у этих двое на пленте да ладно все красиво ну это просто потому что только двое заходило поэтому легко удалось перекрыть их но ситуация хотя не такая безнадежно 1 в 2 бомба стоит нет он услышал еще не стоит и вот теперь стоит мы уже очень близко ребята и в разных сторон забегают алекс а его же растение шанса по аллу вообще не засчитала я сам убивал аллу вот слева до которая выходила было бы кстати все довольно трети проблем больше эти атаку будет плотно драться за банана немного выигрывать может быть проблемой для виталийте потом смотрим как она в неделе ничего не ясно в ней не понятно что ничего не ясно но не ну старт классный ясно хорошо что выиграли ножи так у виталити как было только два раунда ну вот форс я не знаю такой себе да не за километры кидаешь гранаты добегаешь шанса девайсный ну я не знаю большинстве случаев когда дефанс сохраняет форма вообще просто реально нет смысла там на банан заходить нужно хоть и говорили на том чем пета по моему раза два то есть у нас подобная ситуация была есть короче агрессивное занятие да но для этого я нужны гранаты там два молота взорвать веточку до взорвать эту движуху тогда да а пока происходит полная поплава 23 кило от алута мы для вот тоже это было инферно как раз не помню по моему с тобою обсуждали что вот это вот а в по если она понимает что там авика нету она просто может тупо тушить там для все же движется этот алут только что сделано он просто был яму 2 миду вообще без ударов и у него стояла еще два своих чала в коврах то есть к нему вообще нет кужа 7 делать такой ситуации просто флешечку какую-то хотя бы позвонить таким образом на с ним так как бы перестреливаться нет смысла потому что он тебя и щелкнет его надо отпушивать то есть со второго медлана надо приходить и занимать просто мидл и разменивать его уже с бойлером со всеми историями и вот дела да ну что пятый раунд довольно легко берется для нс ну мы понимаем да что пять подряд виталий сейчас будут на каждом раунде бороться старт очень неприятный ось сколько нужно за атаку пяти раундов хватит виталите а тут такие инферно такая карта да понятно что может и 3 хватить а нужно и длина кайтом за любую сторону да и все такое тот микро моменты будут совершать ждали просто не давали кило у них очень мало фрага в принципе сейчас за эти пять раундов они у них не было шансов кроме того пистика зиву негде просто делать и тентри докладча они не доходят нам про а можно посмотреть статистику там 3 3 2 1 0 все очень ровно прискорбно могу тебе зачитать интересует 81 у сергея мнением меня виталите больше интерес а виталите до 35 алекс 35 апекс 2 5 зеву 1 5 нбк 0 0 5 у танка танку пора что-то менять он просто ждет он же 6 и стреляет по желтому если стрелять минус он на банане видишь играет ему трудно пока справиться сейчас он опять умрет потому что тиммейт не попадет флешку конечно же тиммейтами на но не дали вставляет дали мы видели как он дернул красиво но танк все равно умрет короче тут а тут апекс об чуж никто не разменивают руках флешечка была но это это не ой 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 вот теперь походу мы видим почему виталите не играют верно чему на не пикат ладно рано-рано-рано пока киринца за банк далеко бегущие что что нсд 2 заболевать ну сейчас про и полумбает забор там справа не виталите забанили чаще не видали ну это логично паша витали тип не убрали сто процентов нас and убрали даст виталите убрали нюк логично да что виталите убрали нюк они инферно на нюк и игроках топ-2 топ-3 хорошо играли на нюк и решили что на интерна поровнее будет сенс ладно пока пока только 60 то есть еще только 60 только 60 это еще не приговор 60 но у дефенса как бы после этого раунда будет 16000 пятнадцать тысяч девять и это все с ганами в руках и это будет набираться сейчас чел из 16 будут дропать не будут покупать типы с 8 ты понимаешь а пока не надо тропать потому что все раунды без потерь происходит максимум один человек но он 13 до ну следующее но там следом все время бай будет теперь да там плюс лосс бонус даже если виталий начнет набирать раунда там будет ведь хотя бы один человек это габелла габелла просто на наши тоже тут моментов очень много команд делают такую ошибку они заняты банан и никто не контролит почему-то отпушиваешь с авиком на века ну типа окей у тебя нет авика чтобы за контроль и забудьте на этот на белый он не отпушил он контроль сенталу немножечко получил и я опендил от xm на 5 ничего не получается ничего не получается виталите но здесь аэриал принимают коврах людей минус 1 минус 2 зиму сделка что kill вот она по раскидка пошла сергей сергей минус дает зиму там убил xm на но остается один зиму не беру на размин кота дном пока что сидят без шансов и это седьмой же раунд зиму то опасны это тот случай когда там зиму история остался бы там нептун посмотрим насколько грамотно nc будут дробь аллу будет стакать деньги или нет верилу надо дать дропа у 14 800 не поцг 0 07 по-прежнему и дал и и это статистика на который стоит смотреть одним глазом secret agent вот опять же этот момент то что я говорю что не считают деньги реально бабки не проблема я такие вещи кстати видел тоже вот это не считает не считает ну то то что аллу должен был у него 14 800 то есть у него максимум он должен был дать дроп аэрил и вместо этого ничего не дал то есть аэрил сам закупился это в итоге это как бы на бумаге точнее ну фактически ну причем это морка жизнь ничего не значит если ты прыгаешь два раунда то беда не два не это просто это просто по деньгам это там не за минус 1000 грубо говоря какой-то параллельной вселенной же шанс виталийте могут начать камбате сейчас правильный взятом ровно парамер в этой даже в этом может возможно то она ну пока я огорчен это кто анатолий 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 шел да да спрашивали в чате будет ли сегодня анатолий дар буду как без анатолия будут они сегодня на следующих на финальных матчах есть опять-таки entry kill сергей его делает остается у нее 5 хп но остается он живых ну и за его то его нужно менять позицию как-то вот я хотелось бы аккуратнее от виталити то есть та один выходит просто в тупую на ковры не ожидает вообще никого там умирает то они вдвоем выходят чуть ли не в смог их двоих ложек то вот сейчас их просто поджимают они опять оказываются не готовы то есть как-то у них как будто нет системного кота занимания этого бойлера вместе с коврами ковра времен все время делают разные штучки заметил ну так уже да запущу об то есть это тяжело на самом деле ожидать они словили знаешь эту динамику а те сидят и думают а что они сейчас делают и непонятно нет ты прав как попал наш хотя бы в одном из заниманий если бы виталий сделали это как это не знаю как то правильно что ли да то как обоцет я работал бы тайм-аут скал типы надо агрессивно занять банан и сделать раунд или под одну-две флешки зайти контакт наш там как мтв что-то в этом роде что ковры их пушат уже второй второй раундом 2d прошлом было сейчас запушили то есть им тяжело занимать бойлер дом и надо доискать свободную зону доход до смоков немцы успели отслушать а там аук под коврами на луку а у них это супер старая мета окей красиво рабочая просто одного убиваешь вторую же флешка флешку тебе накидывать больших ковров все точнее с больших больших песков все очень кстати понравилась тема когда лот пикивал банан вот на него второй чел который был рядом с ним он кинул х и но есть вверх и оба получили минус 50 на 100 хп он кинул х и когда лу дал то есть когда был был чела еще двое было по минус 50 и он просто там сауга их просто подобивал там кролика очень легко прикольно все там энсу ладно девятый раунд быстро с гонобаем пытается что-то придумать французы хоть что-то нужно хоть что-то делать потому что ничего пока не получается но как-то не просто же они один раз только пытались на на а сыграть прорез макай ни одной флешки она бы на вопрос один раз только играли ну хорошо они вообще просто до пунктов не доходит пока что вообще да 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 только вот сюда мы помним один раз его запрыгнул одного убил но не хватило как заходить без флешек сейчас покажут нам это чуваки вот они сами думают и так что у нас есть как это сделаем форс сша но они уже добрались до бойлера это уже хорошо то есть их там не прибили в коврах уже на подходах и их на банане тоже не прибили краем в медлеты понимаешь это будет но там есть маки как раз таки для этого а смоки штуками для мы полицейки ну можно 3 ковры хоть как этот раунд без флешки делать вот смотри смотри вот так вот без флешки он делается бики дал первый бики дал второй реал ну и выбегает но и выбегает должна быть информацией слушай прекрасно алекс делается один килл самый идиотки из возможных девяти раундов пока виталити могут взять вот они нашли выход в этой ситуации нашла выхода дикий расклад сделать мне нужно просто дать 2 да надо дать две однушки сделала и раунд рабочий отзыву вот и зерна поплывут час с нашел после дагонения 14 это флюк это флюк то есть случайный раунд проехали проехали забыли играем дальше я не знаю часто происходит в командах когда после такого проигранного раунда люди до начала следующего и даже посередине спиратом все обсуждают просто таком счете нет вообще все зависит от уровня команды чем ниже команда тем больше она обсуждает да 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 я послушай если 80 там были тяжелые раунды отдал этот раунд и тут у тебя как бы к из-за этого тогда тогда да 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 80 у тебя еще по 16 кармандал и идол такой типа ладно у кей проехали все кота забыли вообще ну и нас отчетка закупает слышь каждый раз все с шлемами все с дефузами не даем слабины это называется взглядаем нет смысла экономить уже но по-прежнему есть есть самые большие проблемы по-прежнему в этой игре у танка он медленно уверенно идет в рулон клуб ну под флешечку кстати заняли да второй мид это уже хорошо не потеряли здесь бойца потому что вот энце каждый раунд придумывали что-то плюс-минус такое агрессивное либо уж и в этом кстати тоже придумали 1 килл тут же размениваю танк 1 реально в танковал это тоже уже неплохо 1 до 1 это первый килл у него 008 было до этого момента он тоже ну хоть что-то сделаю уже уже приятный уже распечатал на жаре хорош ковраг поймали чела нет не успели ну куда вы ребята видел малый зиму 22 ситуация хорошая для атаки тем более узи ву авик вот только единственно что он сейчас будет сомневаться откуда все придут возможно где-то со спины даже будут думать да ему выходим оппозицию а вы заметили вот третью карту нс когда бегу что-то выбивать у них всегда очень много гранат всегда но это наверно а хорош второй раунд граната это но это не от них наверно в основном зависит тут же опять виталийте просто быстрый раунд сделали все содержимое вы просто не успели выбросить первую карту такое повторяется то есть многие приходят выкидываю там смог молотов flash да там ты пришел ты чувствуешь там не заняли там можно где-то сэйвить смачалом деле сейчас энце подвтыкали потому что ну вот этот размен произошедший на банане он произошел потому что они как раз там нею залить и гранаты да не просто обычно там они дали вараба ешки не не хватило вот 426 сейчас коэффициент на виталите мне это нравится мне тоже нравится еще два раунда назад мне бы очень понравился коэффициент 10 на который можно было впилить 10 но там было приблизительно где-то так и было ай не попадает зеву попадает точнее но не убивает алексия бит тут халява кончилась теперь он сапожали фунт и опять тот же сетап алекс второй раз на такую ересь не ведет ну вот контакт на заходе кмтв и флеш алексии под флеш хорошо убивает и он дал немножко дэм джейкс 7 пытается до справить нескольких убивать только ир пикея ну и занимает land французы но это даже при 16 тысячах на выставить и янца это понимаю так а денег уже нету не закончилась но вот эмиран ты отметил нормальную тему что это сервит гранаты это заметил что виталите вообще не стесняются бежать в смоки никогда уже третью карту подряд то есть смоки окей флешка и мы прыгаем втроем в этот смог и тупо не сын и это тоже нормальная тема но не нормальная тема это важный момент в аспекте как бы они тир-2 да пусть будет но даже тир-2 тир-1 команды все эти команды если заходим то заходим все вместе то есть тут мы не увидим расклады что один прыгнул а трое таки не стрёмника чет не пойду на тут такого не будет тут или все все движуха бежим или не бежим и третий подряд берут виталити но я так понимаю еще на один раунд хватит у nc денежек от сейва зависит ну да два по идее но я думаю они туда конца будет играть какой сейф и на тут пункты виталь как на дастина бы я понимаю тут не выбивается выбиваются не ну а выбивается наверное а еще хуже а еще хуже полетел молотов рпк выбегает пытается дать минус не получается просто танк сейчас умрет за это танк убивает на вода умирает конечно же но танк начал давать им три кило это уже неплохо уйду к к почему не посчитал от аллу все нормально я за танка аллу красный они на самом деле знают что чем на б красный в такой ситуации я бы всегда шел на б потому что бы и втроем за дефендить нереально с красным челом это вообще нереально заказ на обе правда он либо убьет либо сдохнет так или иначе так от хп особо так не зависит но на это приятный бонус вернул какой-то мы видим кстати что дефенс наоборот уходит бы оставляет 1 валутом это риск но не ставят а в этом раун 22 тяжело просто тебя засплетуют просто и там и там ты ничего не сделаешь поэтому от а при таком раскладе то есть выгоднее реально найти они это понимают креста и просто так эрил разменялся сгорел а вот это был очень плохой промах если бы он попал раунд бы скорее оставался их ну что пойдет алексей выбивать знаешь такой момент где можно чекнуть посмотреть если кто-то отдастся то ну ладно попробую но так то такие раунды наверно берутся нам тут очень сложно все прекрасно алекс понимает молчат ждут может он поймать чела на шарте оба смотрят ковры поймал ну и теперь он знает знает что в спину и спокойненько алекс нужна века зеву не неинтересно это неинтересно закончили деньги у nc нет не закончились деньги до сих пор давалу до сих пор из деньги на выпад нам не ну а смысл и ну менеджмент денег ну просто ужасно на ariel 6 100 алу 7 400 почему алу не дает 2 кольта и рел не дает ему а ну это тупо трэш от алу единственный кто мог дать дроп а вот что сделал взял закупился и все у x7 на 3 400 взял закупился все плевать это говорит о том что он не собран вообще абсолютно в этой ситуации не ну опять таки то о чем вы говорили при счете 7-0 до что люди расслабляют булки в какой-то силе мне кажется он горит мне говорит мне кажется в этом что он горит в этой ситуации почему ну типа такой что я должен давать или что меня не они типа в стиле он знаешь он думает о том как они проиграли только что раунд и на фоне этого все берет просто автоматом там закупаются тип учета ну да он не попал и такой да и такой блин и как блин я если попал бы взяли бы раундся фигня и басту кавик купила ему такой эй а дропе дать брата на самом деле круто видишь началось все опять с форса волшебного таки тот ламут раунд поломал он и тут далековато пошли либо его убивают да и размин 23 остается сейчас ребята из франции но тут тяжеловато будет взять уже тут есть за его и молотов лежит а там и дорога хорошая молота бросили в дым очень хорошая мистер и за его звонит одного чела от зоне флешка попробуй подбери жила забрать эту бомбу просто ложечку и на чуйку забрать идет ночью журнала не полу и работает не работает и мы это все горит бананев слепой алексей душит и убивает за его который поднял все-таки бомбу алексей молодец большой пытается то же самое сделать алекс и вот минус один он конечно даст с этого дыма но не больше взломали n3 киналите рабочий вариант как раз все команды 4 будет никаких фантазий 3b но не 4 3b стянулся потом на играет дефолт поехали эти придумал троих им не хватает строим бы не хватило там реально вообще да но хотя так долго шел за местом спокойно бы перетянулись бы в спину и куда угодно последний бой обеих командам но виталийте набрали минимум нужный надо чертов просто пистик уже как бы ты сразу матч автоматически не проиграл это в стороне молодцы поломать вот ту экономику которая была уже у нас было очень сложно на зима должен был на самом деле только что давайте не повезло чуть слишком быстро среагировал алексей насколько быстро выходят детали у нас хорошо бросили молотом и забыли данием это у просто тут 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 и перед сном каждый день что последний хам половины понял чел горит молеке брустя просили пофиксить armor penetration для уга пофиксили 150 копеек добавили сверху это пофиксили конечно вот пытаешься понять что что было бы хорошо сделать виталите и сложно какой-то найти ответ реально потому что ну если так взглянуть на всю эту первую половину то энце очень разнообразно играют разнообразно эти понял вот у них чем-то стиль navi напоминает это ползание виталите да да только на и ползают эти бегают это ползание вот это на скелет ну единственные раунды которые получались у виталите неважно что они там заканчивались на а в основном один раунд был на б но когда они давали m3 на было никогда был размен на банали шансы были в раундах два большие это добрый когда этого не происходило шансов не было как и сейчас собственно никаких шансы внезапно появились а тут он билей красный но по идее это никакой рояле не играет вот она менять позицию на то он делает все как бы не так уже плохо смотрит нормально нормально это жестко было какая красота причем по такой высокой высокой дуге красиво сговорились ты ты у нас сержик юрист как это называется апекс они сговорились то есть это не один прибил другого это особо тяжко страшные люди ну там дал два фрага эти два фрага был и были m3 на банане ну что критически нужные пистолеты сейчас для ты вот сейчас тот момент когда если танк не включится то матч будет проигран вот кстати тот самый пистолет еще все началось на минуточку сейчас если задним числом так смотреть то понимаешь могло быть совсем все иначе вообще мне очень не понравилось атака виталити я надеюсь даже если виталити проиграют несмотря на то что за них были я надеюсь что потенцией увижу что-нибудь хоть чуть-чуть поинтересно бананчик вот тут хаешка смотри на дэмэдж бах хорошо сексом стоял на первом с хаешкой очень круто так вот если смотришь просто здала они тут больших вообще не было ни разу даже полуслепым никто из них вот просто тут уже до 3 хайлайт пока зачем не на у нас было так что первых восемь раундов туда никто не добирался потом четыре раунда вообще в другой точке происходили они не пытались его бельки дали ему молек и решали что его там не просто проще этом нет отрицали реальность мы решили что что виталити камбачат параллельно реальность да 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 они в это не верят да нет на самом деле я верю виталити все равно них есть шанс если да даже если они дадут пистик на инферно почти как на нюке виталь очень большой шанс очень большой винрейт перевернуть форси перевернуть форси но энце в прошлый раз играя на инферно сыграли против форса очень красиво они заняли банан у них были куча фармганов они заняли бананы и не ждали пока им начнут обновлять смоки в лицо они тупо подошли и под одну флешку вышли сразу без раздумий как это многие команды делают поэтому посмотрим что будет час но давайте витальке танк может плохо плохо день как бы начался у него ну надо 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 разыграться человеку то есть когда у него вообще первые три карты печальненькие первые две с половиной карты печальненькие да посмотрим просто потом уже как бы да потом мимо 6 3 место как бы нет это минус наверно этого турнира ой он разыгрывается для dreamhack и нам и нам пора выигрывать идти смотреть финал что-то мира по хоккею где их сборная прям сейчас играет не отпустили звуки зиму хотел залезть об занята обидно вот элементарно 545 б ну не да зачем думать не дефендица там флешки стихом только воина бы он один али вообще дарой там оттуда где флэш он уже их выкинул так зеву ну лота одному забрал с собой apix первый килл делает знает где он надо бы как-то зажать с двух сторон apix пытается распугать людей ничего не получается но и занимает втроем плент ставится сейчас бомба где чуть опа не можем найти взрыв пакет обидно остался танк понимаю танк идет за бананом давай танк просто соленого так себе так себе ладно давай проверим твою теорию не теория хороша на играть теория что именно ms у force by после проигранной пистолетки выберутся очень часто за дефенс но именно mc сыграли очень круто против форса они тупо пришли на б и просто под одну флешку туда нырнули через смог и сливать бы энце будут каждый раунд на банане под белым поэтому посмотрим что предпринять ну так и видишь надо яйки закончились не ну яйки то яйками но нужно как бы и и считать немножечко мы что-то хотим чтобы не просто на inferno наверное я не замуж то справите меня но мне кажется самый высокий винрейт один из самых кого с никому inferno выигрыши форса очень узкие заходы при позиции и ну проще намного смогу молотом и близко сыграть то есть тут не лишь верил с петушком собирается выдвигаться на охоту и три ковры верняковый раунд атака потому что дефенс никогда на форсить не будет глубоко скорее ну это теория закончилась ну на то она и теория да она не должна срабатывать как бы каждый раз срабатывала каждый раз каждый раз парсы брали защиту да то это было бы зато на мерность так что тут немножечко другой взял очень не котирует и решение на inferno потому что вот такие допустим сейчас у них будет бай ты что они купят фармган с гранатами на б или что они купят ауги на inferno ауги не так опера дело даже него без гранат ты же ничего не сделаешь придут фармганы займут банан тоже также зайдут на б на куда хочешь на этой картине может они сейчас придут и сядут в плант как тебе такой расклад и все можно заканчивать катку я но орех вот нашел один бесплатный фармен и смог на супер так и 5 косарей узи вузи вовек есть без армора 5 а там как раз петушок помаз петушок и им пиха не ну там купил фамас набор чемпионов я гранаты будут короче сейчас сейчас включается рпк с решается с 216 не на данный момент нужно наверное что-то в жизни менять рпк это у нас нет это у нас не тайм-аут поэтому быстрый раунд 5b погнали ну зеву даст им 3 килл или нет у меня только один вопрос то есть он в медле как бы найдет свой фри фрак получается или нет ленца кинул флешку через вес и конечно он знал что там нет а века да он точно знаешь что мне дайк значит будет стреляться по ходу более он тиммейтов своих наверно сейчас не верит вообще при таком счете будет стараться сам все взять свои руки не она тоже он бежит на банан ой каштар агнат из армора боже 18 ранг туалу без армора или зеву без армора бежит занимать бананы я короче ну вот он уже здесь сидит сейчас его не все просто часто может что-то прилететь сюда вообще больно может внезапно на все он уже он уже перед перебегает и поняли все таки остается там вот три ковры еще раз этими формганами ни разу не читается конечно пришли сели в план серёга на б так рпк раз рпк ну хорошо двоих убили и остается сейчас большинстве нбк добавляет еще одного нотки нбк рпк разбирают троих героев читается не читается трех героев летящих к ним по коврам видим читается стороны француза живут классно сделали прочитали статус что он трое на б подошли вплотную и вроде как вышли но в итоге просто приняли их просто танк на пути оказался просто разменивать надо и пчел с дома умер от он включает нужный ранг чел на главке не вышел типа вот этих чуваков надо разменивать сразу а тут еще знаешь угадал не угадала смотри 4х и у разных команд разный выход ковры ну или на право или налево я посереха я позеву на банане так инвеки с другой стороны постоял зеву зеву там стоит смотрит а на угол дача щас не у прилетит серёга очень близко подошел они уже потратили нет вот они залетели толк мало и зеву сейчас выходит и готовы уже избивать людей но очень опасно два красных остались как это опасно даже сейчас даже даже без арморов там еще хаешка у юзюла все отпустили третий идет почистил было близко было близко могли потерять одного-двух братишка делаешь окей есть шансики есть раунд шансики есть пять живых осталось это очень важно шансы есть как у эриала 2000 случилось не знаю он что покупал в прошлом района все купил за кредит расплачивается молик вот такая вот он крутой он ему далеко понял алексис по ты должен ты должен на тащим не надо нормально кстати тема есть такая что это фидзи бист поднял . это правда это правда аэриал водки пожалуйста фидзи биста аэриал конечно погибает но забирает зеву что самое главное выбивает а вик прекрасно все правильно делать виталийте что не двигаются вообще 44 я бы 22 не стоялся надо уже угадывать даже не 44 в три с половиной скажем так вот они видят от по отпушивают и теперь что смог же не стенки это все понимаем хорошо apix хара тут уже пики там добрал x7 а там убил на первом чела масло алексей шагу и очень бит ир пике это самое важное инбеке и надо не спешит сейчас надо красиво дать молотов молотова нету но надо рпк и молотов рачок и реке надо первому просто ворваться в эту движуху и найти врага ленбики и держи разделены флэш потратили прекрасно нашли врагам зачем выдумывать велосипед если можно просто такой просто напряженный момент и он заканчивает так настолько просто да просто слепо уперся что происходит но а викна на искали или гранаты мышка прыгнула в таком русло и как в 16 покрасил это было бы очень весело так 7 раунд есть виталите и 109 ужинает помните ну типа прыжок был на был down на вы лапа а на другую он бендели скрол чтобы крутить его в другую сторону чтобы не прыгнула мышка и такие и ты даже ски в аэрон буст не получился так ладно смотрим очередное эко от финнов ну это не совсем и когда уже все совсем это же не будет понятно будут вот такие вот моменты ну если хоть один такой раунд они возьмут все у них будет в порядке и ковры но лучше взять кирс на оружейный чем он так слабенько на самом деле слабенько что игра атака обеих команд но может быть не стали выйти не слепой чел отлично сетап идеальный конечно жестко урожай урожай бики но так то если все продолжить три раза за сколько раунда ну шалькуляция за 9 получается на 14 15 22 за 7 7 раундов три раза три ковры пошли очень чем проблема проблема в том что не получается он получился на полном и к даже против в один раз даже против я чисто не хочу сказать плохого сутри с другой стороны ты же понимаешь что враг тоже это знает как бы да у пацанов не получается против нас давай короче продолжать держать ковры потому что они будут думать что мы караща пойдем в другую сторону а три кружка с коврова идти просто до последнего раунда 24 раунда подряд три ковры ходить ты же знаешь что делать не получается занять банан три ковры а потом четыре ковры пойдут чтобы что попроще было что трех не хватает три ковры фейк два выпрыгивают умирают и еще в троим нужно кишка команду начать тренировать тебе да прям во время игры только то есть готовить не буду прям во время игры давать к можно жестко хайпить за я могу я могу стартовал этих у грейхаунд короче куча с ирландец как вам арнейл mail короче я слышал чем говорит но он так не сильно но так просто типов поддерживает ирландские еще акцент это вообще разрыв не это топ тема как бы поддержка это вообще супер важная штука так здесь инбеки да что чуть-чуть же я поешь ты глаза закрываешь но и вслепую таких добивая красных но есть чел под коврами вот там этот аук рижда по решать но все три в два остались и очень-очень-очень красный x7 надо 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 догонять надо гонять и убивать ой 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 перезарядку алик бешеный боже пёс мама дорогая не все сдохли 3 хп остается у x7 на 1 в 2 не знают они где он теперь знают что происходит это просто пуша на этот раунд я-то вене не 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 нет еще гонишь такой не берет да ладно они уже не будет он понимает сиди конечно он не будет выходить сиди боже мой это было круто реальности банд успел кинуть этот молотов он бы взял раунд да я на молдов ты как бы в больших макс претрация делать его туда ты знаешь только зачем он залазил на ящик он мог просто зажать молотов и бросить просто отпустить я не знаю но по стилю похож смотрите давайте рассмотрим абсолютно все варианты развития событий которые были около семи миллионов я постоянно щемлю комментаторов до кс что нельзя щемить игроков прихожу в студию делаю то же самое 7 миллионов да мы не комментируем для начала если кто-то думает что мы комментируем тут кс это не так серёга сделал было 7 миллионов 7 миллионов развития варианта развития событий он выбрал один он оказался неверным к сожалению бегут финны на б бегут после андре килла уже заняли серьезную позицию смог отлично алекс делает классно минус сергей там убивает рпике алу добирает алекса мной преимуществе сейчас 4 в 2 при том что 2 битых у финнам но плент ставится но и тут нельзя отдавать эта ситуация такая же такой же раунд как к отдали эмсен в защите что произошло пока мы обсуждали 7 миллионов вариантов сергей стоя под белой стенкой горел в молике до минус 90 сколько там у него 6 хп или 5 короче до минус 95 то есть на последнем тике своей жизни он выбежал убил чела который стал с ганом в руках и даже не нажал на кнопку и он при этом в распе убил еще одного человека который кидал гранату с флешкой в руке с 5 хп все это это мисс фокус конкретный мне кажется там вот видели как алекс действовал он дал получается смог понял да 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 и он наверное кричал дайте флешку ему дали эту флешку но потому что он очень уверенно действовал и он выкупал что сейчас флешка прилетит то есть он ворвался под эту флешку убил но чувак вот этот вот которого сейчас убили да вот сергей вот он был из-за этого в мисс фокусе потому что наверно дал флешку и типа спрашивал там алекса ну как ну как зашло не зашло алекс у нас катает без армора почему-то при том что он беке есть бабки на мужика не понимаю что происходит у зеву тоже 6 100 кстати да ну реально остановить команду почему почему не да даже я понимаю что тут можно дать ладно хорошо зеву делает килл по сергею так вот довольно нормально красиво это был в оксик стал только что бы 180 в зуме и обратно это очень соли еще с минимальной сенсой на разиву дает второй килл включать там горят молики в этот раз продолжаю зеву дает третий чурак топ-3 мира ну и виталике забирают десятый раунд без вариантов до энд с не выглядит сейчас как топ-3 мира в этом матче но в матче с астралис на не выглядели как топ-3 мира на бласть финале сушья веселая карта получается внезапно я не знаю что сказать тут пацаны бегают туда побежали да ну нормальный кайси ари по молоту я на макс лосс бонус видишь какие бонусы тебе дает это по полный байт до конца игры да у нас такой тайм-аут и пойдут три ковры давай проверим этот план типа ну слушай реально когда ты ходишь так много раз три ковры и тебя там убивают просто как стадо баранов после тайм-аута лучшим решением будет пойти в трое на ковры слушай на самом деле это может сработать потому что соперник не готов они типа делают паузу а виталий такие сидят обсуждают такое ну что они могут сделать внутри ковры они точно не пойдут они что типа вообще что ли не понимал да давай смотреть 3 37 бросил молит пошумит немножечко давайте пошумеем неплохо x7 очень неплохо почему там поджимал он нормальный алекс разбирает аллу в итоге три ковры не пошли вот пошли бы три ковры раунды взяли а так хотя бы сейчас еще не конец еще не конец не виталийте делали на это ела пик называется так подано да но типа обычно чел выбер это не выпрыгивает по-красивому сделал как шокол 3 ковры давайте мои мальчики давайте мои мальчики сумме или как там финны кричат на мажорах и работает вак есть больших три то ли то 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 империи наносит ответный удар смотрим и ны 1 2 и 3 что это за раскрутка была подожди что это было за раскрутка середины шарта максим пулемет и поехал согласитесь это был красивый раунд прочитанный нами до старта раунд но теперь давайте так еще один тайм-аут остался уэнс я хочу увидеть тайм-аут и потом еще раз три ковры я хочу я не хочу видеть добрый аромат почему я просматриваю второй полуфинал будет 20 как бы быстрый мне неважно быстрый нет я просто хочу чтобы виталий выиграли без аннерджи не 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 думаю что энергии поборются там будет намного интереснее катка чем катка возможно еще интереснее чем это очень интересный тут реально интересно там нет без шуток тут интересно первая карта была классная тут на самом деле это различно даже счет может клоус но она немного нудновато игра но не знаю кому-то нравится мне нравится не смотри как он верит зима рожь его а зиму реально вслепую ну бывает батя на а вот это проблема надо надо как-то еще в крышню попал данная понимаете где он все и теперь мы знаем куда они бегут быстро на банан все погнали туда там сидит на 100 там один я щас убьют не он еще битый хорошо апекс одного принимает апекса убивает ариал занимает ленту тут еще алекс пытается не дать после мажора но как-то прошли все равно да они вдвоем против трех там взрыв пакет почти 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 опять не стоит взрыв пока там уже с банана пришел чел танк подтянулся все плохо а у притык отлично делает килл по рпк и у алу но сколько попытается забежать плен поставить алу что дать ему не ставит он более алуне и нельзя его достать бомбу алу вот он здесь знает где угол на паникал только почему-то не считает все последнего нет времени я паниквал его нашу стрелять куда-то непонятно куда но он увидел по ходу пикселей так включи зум у тебя аук пиксель чтобы стрелять хотел по честному там же жунат она верно еще прицел как бы ну такой 4 на 4 если не знаю напишите кто-то в чате какой прицел в беке я даже открою ради этого стрим ветер что открой чат там 15000 людей спамят что там увидишь какой прицел и нбк может есть фанаты нбк который какой у него пришли какой прицел и нбк алу дает антреки и пошел в режиме берсерки на диву и тут же получает табло отзыву и на этом заканчивается его режим берсерк но они продолжают бежать не ждут алексия вообще не успел дать вот три в три которая в теории не выбивается начинали к 3b ну там конечно вот он не переживает поэтому всему поводу он просто бежит но серьезно молодого могла услышать не может серьезно не может серега 13 14 все ближе и ближе жопа простите и надо наверно сейчас брать тайм-аут жопа после моих комментариев вообще нет в принципе ну вообще плохое слово да да согласен жопа здесь не совсем подходит то что происходит сейчас сенс я опять хочу отметить виталити очень правильную тему они понимали что если они дадут поставить бомбу это гг до того как поставилась бомба они ворвались через смог всей движухой начали за место потому что там если ставилась бомба я век в больших шансов нет и смотрим серьезно я погорели немножечко ребята там алексия пить потеряли чуть здоровьем а пик здесь сидит очень близко и можно можно считать не видит посмотреть бешеный пес кто номер восемь а ну ой ой но что 80 напомним начали эту игру and 80 и коэффициент около 10 был на виталити и казалось финны уже все считают как бы какие карты надо в финале черкать но надо ехать тренироваться надо я мне на самом деле интересно как они этот баству и а там бастов 1 они дошли потом блат там же вот это идиотская система там как нюк да нет там вопрос ладно идиотская система бастов 3 как они астралии чувак они выиграли три карты в астралии суши это круто 3 разная хорошая команда просто на этом турке что-то не идет зайву дает минус полу хорошо тут же мбк закрывает и реала и это 14 14 и рожат на ситуация с с разряда жопа превращается в разряд чуть-чуть другу 80 был 2 турнир отлетают до астралии с два бласта подряд отлетели больше ничего не игра открываю сейчас говорю тебе карты мальчик ладно хорошо трейн нюк и до 2 выиграли всего строго трейнда трейн круто играет а вот нюк тоже жесткая грану нюк да и дурак группе номера за девятый раунд ну давайте р 14 нужно взять 15 нужно хотя бы взять глоб и тут проблему апекс очень неплохо его нашили как нстанк-танк-танк-танк ты забыл куда ты за виталий я я все прекрасно понимаю не я за танка за виталите до конца да здесь и виталите молцы приятные ощущения оставляет любом случае классно команда сыграла турнир и групповой и здесь даже если они проиграют например эту серию там уже есть есть оппонент но на самом деле мне хотелось бы уже видеть все таки адекватный хоть один за 28 раундов за 29 раундов захода на b вот он нет это неадекватный заход на бевсерном мальчик он один море подожди подожди на здесь здесь развлекает x7 и хорошо развлекает x7 может убить нет погибает x7 алекса сразу пора принимать сразу смог зево заход всему вслепую давай зево вслепую раз дает в дым недолго музыка играла бегите ребята с трое ковры или три ковры ковры всегда работает 20 секунд не успеет это сейф папа 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 лобежал еще на банане непонятно это зубка это конечно счет был помните такой 8 0 и force 13 4 8 0 и force 13 4 и в итоге у нас счет 14 15 не в пользу энд сейчас виталийте первым при первыми приходят здесь вот сиди брак просто сядь и сиди здесь до конца игры тридцатый раунд решающий третьей карты полуфинала четвертого сезона саммита вот мы видим в дым этот фраг отзыву который в принципе закончил карту закончил не карта сейчас был фраг читерский да 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 зеву по-прежнему остается конечно же одним из главных наверное кандидатов на mvp этого турнира дамы на по увидим немножко попозже и ликвидал но сейчас 30 раунд витали кент 15 14 пользу французской команды которая дала невероятный камбэк ну и с нужно я не знаю что им нужно ваш алекс ой далековато серега делает первый килл нас тут же 2 залетает от сергей отличный старт для нс вполне возможно можно выйти в доме перенагрели французы и сергей в соло разбирает просто-напросто эту французскую движуху минус 3 и нас ждут допы пока танк же простите я нельзя не может уже можно но объясните логику мне пожалуйста кто-нибудь виталийте знали что там засейвила три человека и это значит что у них нет денег на гранаты уэнса да это значит что он адекватного захода не на один из пантов быть не может то есть нет гранат не чтобы кинуть молики на б не на никуда чем подпушивать не ну можно было напрячь банан но зачем вбегать вот это просто эту тему которую он делал это надо делать под ближний молик когда ты не не подпускаешь типа молик заканчивается летит флэш ты выходишь пикаешь все а он пропустил чину дичь это тоже рама я согласен называется то есть ну печально ну на это печально и ну хорошая катка с точки зрения напряжения напряжение да но хочется знаешь какую-то качественно кс тактически дали на лимит ликвид нс увидишь в там а такое впечатление что нс у них ну них нет просто раундов и родился этого раунда я реально говорю что все на контору тем более не там сидят вовсе объем саммит рядом с ребятами паров лима все же пусть там погорят зрители которые любят делать ставочки и обвинять друг друга и команды в том что кто-то им слил их кровные 5000 при том что поставил 50 тысяч не реально все люди которые в чате пишут а виталите вы мне должны 5000 на самом деле они поставили либо 5 либо 10 рублей обычно чувак мы приехали мажора на лон с лондона проиграли ликви тогда я приезжаю открываю вконтакте сообщение типа лет наверное 14 он проклял всех мамок в команде все на папа понятно я там уже заболел чем с тем чем можно и в конце вы мне три рубаса проиграли 3 можно было на 3 поставить 3 команда в тильте лишилась стикеров полуфинал мажора там все что хочешь можно три рубаса сорян бро ладно у нас пошел первый раунд овертайма давайте смотреть рпк в очень агрессивной позиции на бросает молотал тут остается 35 секунд виталите уже нет граната остается один смог еще рпк очень важный смог который он может дать на шорт сплитуют у нас аэнса или хорошо зиму делает первый делает 2 килл зиму отлично тут пытались пробить инбеке и не получилось и рассыпается в этой атаке первого очень крутая флешка вот ну пора кидать алекс хорошо и без шанса тут для луон попытается конечно фото там зажать на его убивают бочину минус 5 от и 0 все легко и просто пока для виталити в этом раунде зимой играть с кольтом выразили внимание ну и причем что неплохо получать не знаете почему он играть с кольтом потому что теперь он наверху узнает что там а в.п.м. 3 килома халяву ты не найдешь и не ну да 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 как бы все таки это у нас ну а мамы и не хватает да может быть они поговорили после великолепно исполненного 30 раунда в своем исполнении и решили что м с очень плохо заходят на планты без нормальных заходов и может быть нет смысла вот этот молит понял дал бы они взяли в конце этот 3б пушек лично так смотрим and пока здесь втроем пошумели немножечко тач дал нет ну чуть-чуть на дамажах на самом деле не чуть-чуть на дома жил алексей меньше 50 здоровья остается у него мин 78 сергея там смог в кота кинули уже дашь в гранатки полуманивать или чем и по чуть-чуть по чуть-чуть and продвигаются которые к трем ковры не не да три ковры три ковры уже уже сидят пацаны ладно пока вдвоем сейчас 3 до зайдет его еще не понял что это три ковры но это три ковры ребят нет это апгрейд страты это будет 4 ковры смотрите это апгрейд страты не надо как-то осталось вы будет решать холодца на главку как-то окне выходит виду просто делает зиму первый минус тут же 2 его разменивать на нбк добавляет остаются два три сейчас ребята из нс ну его то не рпк изи стоит платье контроли подходы рпк в спину бывает одного и второго спокойно для танка издан реально очень медленно и уверенно иметь пацану спокойно вообще по и так сверху смотрит это мы с тобой 2011 уже примерно году когда к с уже заканчивался мы также медленно нажал зато главное выбор позиции не можешь убить переиграет тактически спрятался танк так и работает смотри он красиво об его не найти про нам без скидок без супер спрей контроля все четко так надо закрывать зиму под флешку сыграл агрессивно и красиво попадает в ногу бешеная халява вообще-то что забирают олег под свою же флешку в итоге банан за виталити 4 в 3 ну и биты x7 остаются финны не важно сколько у них один на бэк статья алло и он убегал тайминг apex надо давать смог надо звать на помощь потому что рядом есть рядом есть апекс отойдет спрячется зачем он топает и бежит на елки-палки ну да его в этом переходе конечно же так а зачем вообще триаде вот наконец-то алекс додумался но его тоже конечно услышь отлично подсадочка сверху убивает все-таки рел отлично сыграно apix уходит церковь на постарается сейчас как-то выбить ребята из франции не пробил но муч много он решить и ларила плен стоит бики уже рядом банка смог молотка все да но танки я уверен что не умеет давать молик в темную но так а он он с банана за три дают молик это тоже жестко просто батин бики и там уже погиб тем временем надо надо вариваться варили не досталось так первый минус дал apix 2 вместе с рпк убивает рпк один в один остаются и зажимает это 18 раунд для французского коллектива нужно закрывать надо чтоб французы теперь вот я сделали три ковры и закрыли закрыли матч да и это будет когда это прям ручно да это прям будет такой знаешь тыльной стороной ладони прямо по щеке такой сочный лещ французский французский до багетом прям по щеке на 18-15 один раунд 3 матч-пойнта у виталити сложно будет танц напомним они вели в этом матче 80 и не вели потом 13 4 но не смогли удержать преимущество видно проиграть такие карты конечно но они еще не проиграли лёха обидно когда классно играет вот тогда 80 тоже был классно у 5 смотрел зиму быстрее минус палубы как надо играть фл добрый день Да что ты делаешь вообще? Куда это вообще легально то, что происходит в решающем мочкой траунде? Лол! И просто пошел в плэн с тремя хп. Что ты чувствуешь из слетей Айрел? Это что самое печальное. Что я все пропустил в последнем раунде. Твою м... А можно последний раунд просто повторить? Чел занимает в соло бананы и всех убивает. Там четыре бананы. Еще нужно тебе объяснение? Это просто финиш. Я просто хочу тупо повтор последнего раунда. Посмотри на повтор. Вот эта радость сначала ТРПК компании. Зиву говорит, ну в принципе последний раунд легкий. Я просто вытер финнов все нормально. Какой банан? Куда ты ходишь? А это не тот дом походу. Да, мы уже на одной из трансляций поняли, что это собственно студия Бианзе Саммит в Лос-Анджелесе. И это именно здесь играют у нас ребята. Да... Я надеюсь, нам покажут. Ну сейчас у нас будут все хайлайты. Но тот последний раунд я бы попросил просто отдельно его показать. Он прям вот... Я уверен, что он будет на всех сайтах минут через 15. Ну даже меньше. Я думаю, он уже куда-то полетел. Потому что... Вот оно, да? Да? Да, вот он просто. Ну пошел. Говорит, ладно, ребят, я первого взял. Опа, цены, тут второй. Хорошо Молотов лежит. В рот бомбил Молотова. Я побежал дальше. И ты сюда иди. Просто жесть. Он как будто знал. Ты просто пипец. Это все, что можно тут сказать. Excusez-moi. Это ле манифик, Виталий. Это реально ле манифик. Великолепное окончание великолепного матча, я считаю. Даже добавить нечего. Не, на самом деле матч крутой. Но это легчайшая для танка была. Он поприсутствовал как будто. Энце, конечно, надо поработать. Да, у них все-таки три карты рабочих. И даст может там. У них полтора дня до Далласа. Во вторник у них уже первые игры в Далласе. Как раз есть день на то, чтобы поработать и полдня закрепить. Да. То есть завтра с утра они едут в аэропорт. Летят как бы в Даллас. Лос-Анджелесу. Два с половиной часа где-то лечить. Ну, из Лос-Анджелеса не так далеко. То есть там до Атланты четыре с половиной часа лететь. До Далласа где-то два-два с половиной часа лететь. Пока заселился. И во вторник утром все готово. Время действительно есть. Там еще медиа-день. Медиа-день. Да, да, да. В общем, Энц, мы желаем удачи. Виталити мы поздравляем. Он доказывает, что первое место в группе было не просто так взято им. Они уже в гранд-финале. И они будут представлять Европу в том самом гранд-финале. Ну, а второй полуфинал начнется минут через пятнадцать. Как только настроятся и сядут за свои компьютера две американских команды. Energy против Liquid. Это супер крутой матч будет. Супер крутой. Я думаю, нет. Вот моя ставка на то, что нет. На то, что будет шестнадцать двенадцать, шестнадцать шесть. Вот как это так. Я же без карт Виталя распетлял. Вообще плевать. И могу сказать точно, смотри, не будет трейна. Вот прям сто процентов. Вот прям сто процентов. Посмотрим. Думаю, что будет Vertigo, возможно. Третий. Третий. А кто вчера выиграл Vertigo Liquid? Vertigo Energy выиграли. Energy. И они его пикнули. Нет. Нет. Мы только Liquid выиграли. Мы же пришли к что-то. Да. Liquid выиграли Vertigo, которые пикнули Energy. А Energy выиграли Dust, которые пикнули Liquid. Правильно? Да, да, да. То есть непонятно, что будет по ходу. Ну будет. 40 карт с друг другом сыграно. Точно непонятно, что будет. Ладно. Будет заруба. Посмотрим, что будет. Действительно Liquid против Energy через 15 минут второй полуфинал. И потом гранд-финал турнира. Поэтому ни в коем случае никуда не уходите. Сегодня будет веселая ночь Counter Strike. Если вам нужно завтра на работу, в институт, в школу, тупо забейте. Смотрите CS до ночи. Завтра с утра разберемся, что делается. Вы были выпускные, Виталий. А, выпускные были. Тем более выпускной. Поэтому никакой школы. Разве что универную. Но универ-то точно можно забить. Хотя бы на первую пару. Как минимум. Это же понедельник. Кто ходит в понедельник на первую пару. Мы никого. На работу ходят люди иногда. Работа для слабых. Можно прийти к 12 и посидеть чуть-чуть побольше. Все окей. Посидеть потом на лавке. Да. Либо так. Все. Не прощаемся через 10 минут. Увидимся. Не уходите. Увидимся. 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 Увидимся.